Золотой дубль. На Славянском базаре в Витебске в детском музыкальном конкурсе и конкурсе молодых исполнителей победу празднуют белорусы. Имя обладателя Гран-при взрослого вокального состязания стало известно за полночь. Его объявили в концерте закрытия 29-го международного форума искусств. Витебск попрощался с музыкальным праздником. Церемония закрытия стала красивым финалом, а для кого-то только началом яркой творческой жизни. Ольга Масловская наблюдала, как Славянский базар зажигает звезды. Конкурс молодых исполнителей организаторы оставили на заключительный день форума. Два выступления с промежутком в пару часов. Компактный формат состязания кому-то дался легко, кого-то заставил понервничать. Еще бы. Смена костюма, новый макияж, другая по настроению и мелодике песня. Но это конкурс и в борьбе за Гран-при нужно быть готовым к любым трудностям. Ко второму выступлению в тройке лидеров оказались певица из Литвы, конкурсанты из Украины, Боснии и Герцеговины и Беларуси. Роман Волознев, представляющий на конкурсе «Нашу страну», выходил на сцену в статусе промежуточного лидера. Пусть и с отрывом всего в один балл. Если в первом выступлении по условиям конкурса вокалисты должны были исполнять песни славянских авторов, то возможность выбора произведения для второго выхода на сцену была у молодых артистов куда шире. Мировой хит в сопровождении балета «Тодос» и овации витебской публики. Разница между лидерами была в несколько очков, поэтому и зритель, и сами конкурсанты понимали – это момент истины. Сгладить волнение помогали ведущие. В ожидании оценок на сцене с участниками вокального состязания они играли в футбол, танцевали, обменивались тортами по случаю праздничных дат. Выступления конкурсантов переплетались с яркими номерами звезд эстрады. Лолит, Олег Газманов, Диана Гурцкая, Таисия Повалей. На часах уже была полночь, а амфитеатр еще зажигал. Славянские базары для каждого артиста – традиция. Для меня лично эта традиция будет продолжаться, потому что здесь потрясающие, удивительные зрители. Для меня это главная ценность фестиваля – качество, качество организации. Поэтому ничего, один закончится, второй будет. Мы сегодня перепутала, 19-й, я скостила ему просто года, оказывается, 29-й. Просто для меня это молодой фестиваль. Он что бы он ни делал, сколько бы ему хоть сто лет сейчас не объявили, он молодой. Потому что здесь молодые конкурсанты. Овации зала и комплименты жюри в виде высоких баллов сорвали конкурсанты из Литвы, Казахстана, России, Боснии и Герцеговины. А представительница Украины Элина Ивашенко и белорус Роман Волознев набрали одинаковое количество баллов – 134. В этот вечер это был максимальный результат. Всю работу, которую мы делали, всю работу, которая проходила для подготовки на Славянский базар, мы все сделали правильно. И оценки этому подтверждения, поэтому я очень-очень счастлива. Совещание международного жюри проходило за закрытой дверью. Вердикт огласили с главной сцены фестиваля. Решением профессионалов Гран-при остается в Беларуси. Специального приза Лира и диплома обладателя Гран-при 29-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебс-2020» удостоен. Роман Волознев! Беларусь! Первая премия уезжает в Украину, вторая у Каролины Лында из Литвы, третью поделили участники из Казахстана и Боснии и Герцеговины. Мне очень приятно, что мне удостоилась такая честь представить Беларусь. И сделать это так, чтобы все увидели, какие у нас есть молодые музыканты, насколько они могут быть со вкусом, со стилем. В концерте закрытия был еще один волнительный момент. Высокую награду Гран-при международного детского музыкального конкурса получила белорусска Ангелина Ломака. Состязание прошло днем ранее. Золотой дубль белорусских вокалистов. Снова спустя 15 лет. В 2005-м сердца жюри конкурсов «Славянского базара» покорили Полина Смолова и Ксения Сидник. Ольга Масловская, Михаил Христофоров. Агентство теленовостей. Продолжение следует.